Была в одной деревне старая усадьба, а у старика, владельца ее, было два сына, да таких умных, что и в половину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне, это было можно, она сама объявила, что выберет себе в мужья и человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре. Оба брата готовились к испытанию целую неделю, больше времени у них не было, да и того было довольно, знания у них ведь имелись, а это важнее всего. 1Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года, одинаково хорошо мог пересказывать и с начала и с конца. 2Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина, значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, 3думал он. 5Кроме того, он умел вышивать подтяжки, вот какой был искусник! 9- Уж я-то добуду королевскую дочь! 3- говорили и тот и другой. 3И вот отец дал каждому по прекрасному коню, тому, что знал наизусть словарь и газеты, вороного, а тому, что обладал государственным умом и вышивает подтяжки, 9белого. 9Едем ко двору, выговорить, себе королевну. 9Ты не слыхал разве, о чем барабанили по всей стране? 9И ему рассказали, в чем дело. 9- Иги! 0Так и я с вами! 3- сказал Ганс Чурбан. 0Но братья только засмеялись и уехали. 9- Отец, дай мне коня! 9- Закричал Ганс Чурбан. 9- Меня страсть забрала охоты жениться. 9Возьмет королевна меня, ладно, а не возьмет, я сам ее возьму. 9- Пусту мили! 9- сказал отец. 9- Не дам я тебе коня! 0Ты и говорить-то не умеешь! 9Вот братья твои, те молодцы! 9Коли не даешь коня, я возьму козла! 9Он мой собственный и отлично довезет меня! 5- Иганс Чурбан уселся на козла верхом, всадил ему в бока пятки и пустился вдоль по дороге. 9Эх ты, ну как понесся! 0- Знай наших! 9- закричал он и запел вовсе горло. 9А братья ехали себе потихоньку, молча, им надо было хорошенько обдумать все красные словца, которые они собирались подпустить в разговоре с 9королевной, тут ведь надо было держать ухо в остро! 9- Вова! 9- Закричал Ганс Чурбан. 8- Вот и я! 9Гляньте-ка, что я нашел на дороге! 9И он показал дохлую ворону. 9- Чурбан! 9- Сказали те!- Куда ты ее тащишь? 9- В подарок королевне! 9- Вот, вот! 9- Сказали они, расхохотались и уехали вперед. 9- Вова! 9Вот и я! 9Гляньте-ка, что я еще нашел! 9Такие штуки не каждый день валяются на дороге! 9Братья опять обернулись посмотреть. 9- Чурбан! 9- Сказали они. 9- Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верха! 9И его ты тоже подаришь королевне? 9- И его подарю! 9- Ответил Ганс Чурбан. 9Братья засмеялись и уехали от него вперед. 9- Вова! 9Вот и я! 9- Опять закричал Ганс Чурбан. 9- Нет, чем дальше, тем больше! 9Вова! 9- Ну-ка, что ты там еще нашел? 9- Спросили братья. 9- А, нет, не скажу! 9Вот обрадуется-то королевна! 9- Тьфу! 7- Плюнули братья. 9- Да ведь это грязь из канавы! 9И еще какая! 8- Ответил Ганс Чурбан. 9- Первейший ссор, в руках не удержишь, так и течет! 9И он набил себе грязью полный карман. 9А братья пустились от него вскоча и опередили его на целый час. 2У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд. 9В каждом ряду было по шести человек, и ставили их так близко друг к другу, что им и шевельнуться было нельзя. 9И хорошо, что так, не то не распорали бы друг другу спины зато только, что один стоял впереди другого. 9Все остальные жители страны собрались около дворца. 8Многие заглядывали в самые окна, любопытно было посмотреть, как королевны принимают женихов. 9Женихи входили в зал один за другим, и как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется. 9- Не годится! 9- говорила королевна. 9- Вон его! 5Вошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь. 9Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все, а тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь самого себе вверх ногами, 9у каждого окна потрепестца, да еще один советник, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету да продавать на углу по два скиллинга, 9просто ужас! 9К тому же печку так натопили, что она раскалилась до красна. 9- Какая жара здесь! 9- сказал наконец жених. 3- Да, отцу сегодня вздумалось жарить петушков! 3- сказала королевна. 6Жених и рот разинул, такого разговора он не ожидал и не нашелся, что ответить, а ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее. 9- Э-э! 7- проговорил он. 7- Не годится! 7- сказала королевна. 7- Вон! 3Пришлось ему убраться высвояси! 9За ним явился к королевне другой брат. 9- Ужасно жарко здесь! 7- начал он. 9- Да, мы сжарим сегодня петушков! 9- ответила королевна. 9- Как, что, ка? 9- пробормотал он, и все песцы написали, как, что, ка? 9- Не годится! 9- сказала королевна. 7- Вон! 9Тут явился Ганс Чурбан. 9Он въехал на козле прямо в залу. 9- Вот так жарище! 9- Сказал он. 9- Да, я жарю петушков! 9- ответила королевна. 9- Вот удачи! 9- сказал Ганс Чурбан. 9- Так и мне можно будет зажарить мою ворону? 9- Можно! 9- сказала королевна. 9- А у тебя есть в чем жарить? 9У меня нет ни кастрюли, ни сковородки! 9У меня найдется! 9- сказал Ганс Чурбан. 8- Вот посудинка, да еще с ручкой! 9И он вытащил из кармана старый деревянный башмак и положил в него ворону. 9- Да это целый обед! 9- сказала королевна. 9- Но где ж нам взять подливку? 9- А у меня в кармане! 8- ответил Ганс Чурбан. 9- У меня ее столько, что девать некуда, хоть бросай! 9И он зачерпнул из кармана горсть грязи. 9- Вот это я люблю! 9- сказала королевна. 9- Ты скор на ответы, за словом в карман не лазишь, тебя я и возьму в мужья! 9Познаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра попадет в газеты? 9Видишь, у каждого окна стоят три песца, да еще один советник? 9А советник-то хуже всех, ничего не понимает. 9Это все она наговорила, чтобы испугать Ганса. 9А песцы заржали и посадили на пол кляксой. 0- Ишь, какие господа! 7- сказал Ганс Чурбан. 5- Вот я сейчас угощу его! 9И он, недолго думая, выворотил карман и залепил советнику все лицо грязью. 9- Вот это ловко! 5- сказала королевна. 9- Я бы этого не сумела сделать, но теперь выучусь! 9Так и Столган с Чурбан королем, женился, надел корону и сел на трон. 5Мы узнали все это из газеты, которую сдает муниципальный совет, а на нее не след полагаться!